Я в Англии от Матвея. Сегодня утром я думал о том, чтобы передать слово через книгу Евангелия от Матвея. Описывает Иисуса как Царя Иудейского. Именно поэтому Евангелие от Матвея, в отличие от других книг Библии, очень много рассказывает о проповеди Иисуса. Почему? Потому что Царь работает устами. Поэтому есть Нагорная проповедь, в которой говорится о притче о плевелах. Многие притчи Иисуса рассказываются именно Евангелие от Матфея. Именно Иисус Христос, с которой описан Евангелие от Матфея, в основном Он работает Словом. Именно поэтому Иисус описан как Царь Иудейский. Я сейчас не могу слушать Слово Иисуса Христа. Хотя могу читать Слово через Библию. Поэтому порой, когда я читаю Библию, да, в Библии есть то, что было. А, например, когда Иисус встретил женщину, взятую в прелюбодеянии, Он говорит ей, где твои обвинители? И она говорит, что нет их. Тогда Иисус говорит, я не осуждаю тебя, иди в предние греши. Так, Иисус, интересно, Он сказал, и я не осуждаю тебя? Или Он спокойно сказал? Знаете, мне очень хочется услышать Его интонацию. С каким Он тоном говорил? Но, к сожалению, в Библии об этом не написано. Иисус говорит, встань, возьми постель твою и ходи. Он мог так сказать или же, встань, возьми постель твою и ходи. Или же мог сказать, встань, возьми постель твою и иди. Вот так Он мог сказать. Но, порой, когда я читаю Библию, мне хочется именно такие вещи также знать. Иисус говорит, что вот лицемеры фарисеи. И эти слова также. Мне хотелось бы услышать голосом Иисуса, но, к сожалению, в Библии нет голоса Иисуса. И, порой, я слушаю, как какой-то диктор читает Библию, но это же не голос Иисуса. Именно поэтому, когда я через Библию размышляю об Иисусе, я думаю, интересно, с каким сердцем в этой ситуации Иисус говорил? Почему же Иисус говорил именно об этом? Как люди это восприняли? Это мне интересно. Знаете, хотя мы знаем много слова из Библии, но это слово, когда входит в сердце Иисуса Христа, в наше сердце, и когда это сердце становится нашим сердцем, тогда слово Иисуса Христа и также ваше сердце становятся едиными. И тогда вы верите в Иисуса, но также и верите в слово, которое говорил Иисус. Иисус, но какая проблема возникает в вас? Господь Бог сказал Аврааму, не называй твою жену Сарою, а называй ее Сарою, ибо родит она тебе сына. И тогда, когда Господь Бог говорил это слово, в сердце Господа Бога, жена Авраама, Сарра, она родит сына. Именно у Господа Бога уже был такой план. Однако, когда мы слушаем это слово, Авраам говорит, как у столетнего может родиться сын? А Саре 90. Мы можем увидеть, что положение, на которое смотрит Авраам, хотя Бог говорит, что твоя жена Сара родит сына, но положение говорит иначе. Именно поэтому, когда Авраам услышал слово Господа Бога о том, что Сара родит сына, хотя Авраам услышал эти слова, но как это, Асара может родить ребенка, она же уже старая, уже утроба омертвела. Быть такого не может. И в такой ситуации какая проблема появляется? Появляется проблема в том, что их сердце отличается друг от друга. Если вы верите в Господа Бога, тогда, когда Господь Бог говорит о том, что родишь сына, а, значит, у меня родится сын. Вот так нужно воспринять слово Господа Бога. Если же вы принимаете слово Господа Бога, но если у вас появляются многие мысли, которые противоречат слову Господа, однако это мысли человека. А Господь Бог, Он всемогущий, поэтому Он вполне может реализовать то, что Он обещал мне. Хотя у меня нет такой веры. Но, хотя Бог так говорит, поэтому если я приобретаю веру через слово Господа Бога, тогда сегодня утром, неважно кем бы вы ни являлись, у вас будет Диане Господа Бога по слову. Именно поэтому вера не зависит, этот человек умный или не умный. А ясно ли верит этот человек слово в Господа Бога? Или же мое сердце не соединяется со словом? До сих пор, да, моя жена не могла родить ребенка. Уже 89, да, почти 90, и утроба омертвела, она не может родить сына. Я думал, что я не смогу родить сына. Однако, если Господь Бог говорит так, значит, мой сын родится. Когда я смотрю, может быть, это невозможно, но слово Господа Бога передает нам веру. Именно поэтому, когда мы слушаем слово Господа Бога, куда бы мы ни смотрели, кажется, что Иисус говорит те вещи, которые просто невозможно. Да, смотрит на бурю и говорит, успокойся, буря. Скажите, у бури есть ухо? Или буря знает еврейский язык? Скажите. Однако, проблема заключается в том, что когда Господь Бог сказал, успокойся, буря, тогда буря успокоилась. Знаете, у меня тоже нет веры. Однако, когда я слово читаю, тогда слово Господа Бога. Каждый раз, когда я проверяю это слово, тогда я обнаруживаю сердце Иисуса Христа, и тогда я вижу, что мое сердце становится похоже на сердце Иисуса. И когда я верую, принимаю то, что сказал Иисус, тогда Господь Бог, Он действует именно так, как говорит в Библии. В 1968 году, это было после того, как я окончил службу в армии. После окончания службы в армии, в июле я закончил службу, и было лето. Я в то время служил в месте, которое называлось Акоктон, и тогда мы создали группы для того, чтобы переподавать слово. Мы создали специальные группы, и что мы тогда делали? Каждая группа посещала пять церквей и проводили детские конференции. Мы приехали в деревню Вейм, но даже там это будет ночь. И мы хотели немножко поспать, а потом сразу же готовиться к мероприятию. Но проблема в том, что никто из нас не знал, где живет евангелист. А нам нужно найти этот дом. И понимаете, мы же не можем стучаться ночью в двери людей и спрашивать, где находится этот евангелист. И поэтому, когда я молился, я подумал, как было бы хорошо, что бы и случилось, когда мы приняли деревню. Было бы хорошо, если бы кто-то нас встретит в этой деревне. И поэтому где-то в три часа ночи, интересно, кто же сможет нас встретить в этой деревне. И поэтому, когда я молился, я вспомнил эту ситуацию. И я понял, что если Господь Бог допустит, тогда все возможно. В Библии написано, что если я буду просить Господа Бога, и если я верю, что Господь Бог действительно пошлет человека, который встретит нас, тогда по нашей вере все сбудется. И поэтому в тот день, в конце, когда я молился, я с уверенностью сказал, Господь Бог, когда мы приедем туда, пожалуйста, сделай, чтобы кто-то нас встретил. Понимаете, поздно ночью, кто будет встречать нас, такого быть не может. По-человечески кажется, что это невозможно. Но для Господа же это возможно. Потому что Господь Бог слышит мою молитву. И поэтому я молился Господу Богу. И Господь Бог, да, точно пошлет нам человек, который встретит нас. Потому что мы идем туда для того, чтобы передавать Евангелие. Это радостное дело для Господа Бога. Почему же Господь Бог не поможет? Да? Бог может сделать, чтобы кто-то нас встретил. Я сказал, молились своими Иисусом Христа. Но знаете, кроме меня, у всех четверых, да, ничего не было сказано. Потому что они подумали, возможно ли это, да быть такого не может. Или кто-то думал, посмотрим, что будет. Именно так они восприняли. Однако в моем сердце у меня была вера, что Господь Бог точно Он исполнит свои обещания. И поэтому пошлет человека нам навстречу. И мы начали идти дальше. Я мужчина. И другой брат, который со мной был, он тоже взял вещи. Да, так было бы лучше, если бы и сестры брали меньше вещей с собой. Да, сейчас, конечно, мы ездим на машине, поэтому не проблема. Но в то время, понимаете, нам нужно было носить наши вещи, учебники, гимны. Все в руках. Я, брат, который был со мной, три сестры, нас пять человек и проводник один человек. Шесть человек. Мы с сумками дошли до деревни. И когда мы дошли до входа в деревню, было облачно, и поэтому луч луны еле-еле доходил до земли. И идет не сильный дождь. И у входа в деревню, там было большое дерево. И под этим деревом я вижу, что три молодых людей сидят под этим деревом и что-то делают. Понимаете, поздно ночью, тут несколько людей с сумками заходят в эту деревню, поэтому эти люди, молодые, начали обращать внимание на нас. И проводник шел впереди нас, и вдруг к нему обратились. О, здравствуйте. И проводник отвечал, о, здравствуйте. И это были молодые братья из церкви. Они взяли наши вещи и нас провели в дом евангелиста. И когда я видел, как Бог услышал мою молитву, это было примерно три часа ночи, и я спросил, «Братья, скажите, а что вы делали под этим деревом в такой поздний час? Я думаю, что вы не специально для того, чтобы среди нас вышли». И тогда один брат ответил, в нашей церкви есть один пожилой брат, и казалось, что он скоро покинет этот мир. И вчера вечером мы провели собрание, и мы хотели провести с ним последний час жизни, поэтому мы были у него дома. Многие люди из церкви пришли к нему и ждали последнего часа его жизни. И казалось, что вот-вот он скоро умрет, но он не умирал. Но никто же не может его уже поторопить, правильно? Поэтому это был сезон дождей, и было очень жарко в доме. Поэтому они ждали, ждали, и поэтому решили выйти. И в этот момент они встретили нас. Знаете, Господь Бог так сделал, чтобы они встретили нас. Но проблема в том, что мы проводим семинары в маленькой церкви. Если вдруг там этот брат умрет, тогда это будет мешать мероприятию. Поэтому, да, я, конечно, не потому что хотел, чтобы этот брат долго жил, но я очень хотел, чтобы этот брат не умер во время семинара нашего. Поэтому я искренне молился Богу. Отец Небесный, мы много уже провели семинаров, и первый день вечером мы будем передавать слово о грехе, второй день мы будем передавать слово о суде, третий день мы будем передавать слово о том, как Иисус Христос умер на кресте за нас, а в четвертом о духовной жизни. Ну, это достаточно большой семинар, и поэтому все братья и сестры в церковь собираются, все шести в деревне, даже если братья и сестры соберутся, это будет 60-70 человек. Но если вдруг будут похороны, тогда все разойдутся, и поэтому на мероприятии будет участвовать очень мало людей. Поэтому я просил Господи, помилуй, чтобы он, этот брат, если ты очень хочешь его забрать с собой, тогда, пожалуйста, забери его после семинара, а если возможно, чуть позже. Но я бы так благодарен Богу за то, что во время семинара он не умер. До сих пор я не слышал вести о том, что он умер. Но, конечно, мне кажется, что маловероятно, что этот брат остался жив до сих пор. Когда я читаю Библию, обещание Господа Бога, которое он оставил нам, оно очень ясное, насколько искренне мы можем увидеть. Однако, когда мы слушаем Слово из Библии, Бог внухай нам сказал через Слово. Однако, мы не те люди, которые жили, основывая свою жизнь на Слово, а мы были теми, которые жили в этом мире. Именно поэтому, когда это Слово совпадает с нашими мыслями, тогда нам понятно. Однако, если же Слово не соответствует нашим мыслям, тогда нам очень сложно принять это. И это такой человек, не тот человек, который искренне верит в Господа Бога. Однако вы, когда становитесь перед Господом Богом, с какого сердца вы становитесь перед Ним? Это Слово, по-человечески, может быть, кажется невозможным. Однако, Господь Бог же, Он может вполне реализовать. Когда я делаю, я не могу. Однако, для Господа Бога же, все возможно, для Него это не проблема. Именно такое сердце, когда мы приобретаем, когда мы такую веру приобретаем, тогда с того момента сердце Господа Бога и наше сердце становятся едиными. Когда ваше сердце станет близким сердцем Господа Бога, тогда ваши сердца будут перетекать друг к другу. И тогда то, что до сих пор у вас не было, мир, которого у вас до сих пор не было, от Господа Бога будет идти к вам. Надежда, которой у вас никогда не было, появится в вас. появится вера, появится любовь. Я, будучи пастором, на самом деле, с какой стороны не посмотри, я не достоин быть пастором. А если 10, то 10, 10, то 100 условий, которые есть у меня, не могут позволить стать мне пастором. «Отнако Господь Бог, Он живо действовал в моей жизни». Я в этот раз получил одно письмо. Получается, в 2017 году, во время рождественской контакты в городе Чинчжо, я посетил город Хапчон, и там жила сестра, которая не зрячая. И эта девушка пришла ко мне, и я молился над нею. Я не помню, на самом деле, как я молился, но в этот раз, когда была рождественская контакта в Чинчжо, и посетил снова этот город, тогда эта девушка пришла с родителями, и она сказала, что после молитвы у меня открылись глаза, поэтому я очень благодарна. И она приготовила специальные лепешки, которые готовятся через траву. Их было очень много, и поэтому я сказал, чтобы отправили этих лепешек в Гагнамскую церковь, в мессиарскую школу. Я не знаю, дошло это или нет. И в тот день я спросил у ее родителей, вы ходите в церковь? Они сказали, что нет, и поэтому я передал им Евангелие. И отец сказал, знаете, с января 2019 года я завершу мой бизнес, и потом я стану ходить в церковь. Знаете, они услышали тогда Евангелие, и также в этот раз участвовали на зимней конференции, и точно приняли спасение, и они очень радовались. Эта сестра, девушка, написала письмо, и я был так благодарен, и я хочу перед вами прочитать это письмо. Пастор, здравствуйте. Я сестра Хунг Цианг из церкви Хапчен. Во время рождественской контакты в городе Чинчжу с вами встретились мои родители, и они очень радовались. В этот раз они участвовали на второй неделе зимней конференции, и услышали Евангелие, и получили спасение, и были очень счастливы. Во время конференции мне вообще не разрешали до этого упоминать о конференции, а в этот раз же родители после участия на конференции стали светлыми, и сказали о том, что время, проведенное на конференции, это было самое счастливое время своей жизни. В последнее время я собираю и белье, и также убираюсь в своей комнате, и я провожу очень веселое время. Во время конференции я надел носки, которых сама складывала, но потом оказалось, что они были не пары. Но это для меня уже не было проблемы, это было просто причиной для радости и улыбки. Я теперь смотрю не моими глазами, а глазами Господа Бога, и это очень удивительная жизнь. Жизнь, в которой я смотрю не моими глазами, а глазами Господа Бога, это удивительная и счастливая жизнь. До встречи с Господом Богом моя жизнь казалась такой несчастной, такой ужасной, но сейчас, когда я глядываюсь назад, то все, что было в моей жизни, это было то, что Господь Бог допустил, и это также стало волей Господа Бога, чтобы мой отец, чтобы моя мама получил спасение. Я видел, как Господь Бог это превратил в добро. Во время Рождества родители также поехали в церковь, чтобы участвовать на собрании, мы весело проводили время, и также отец, он приготовил специальные лепешки, и мы вместе с церковью, вместе, могли насладиться этими лепешками. Пасы, приезжайте в город Хопчен, чтобы попробовать лепешку, которую делает мой отец. Каждое воскресенье, участвуя на собрании, слушая слово, я могла видеть, как Господь Бог возлюбил сильно меня, и я благодарю Господу Бога, который наполил мои недостатки. Женщина, взятая в прелюбантеяне, ее сердце было наполнено похотливыми мыслями, страхом затем, однако Иисус Христос спас ее, и теперь ее сердце было наполнено благодарностью, что теперь она могла побеждать все похотливые мысли, и именно сердцем Иисуса Христа она побеждала, и также я, как эта женщина, взятая в прелюбантеяне, день за днем провожусь с благодарностью. Пасыр, я счастлива, потому что у меня есть недостатки, потому что есть Иисус, который наполняет мои недостатки. до встречи с Господом Богом, жизнь, которой я наслаждался, все казалось обманом. Там не было ни счастья, ни здоровья, однако сейчас в Господе Боге я чувствую истинное счастье и живу здоровой жизнью. Я очень счастлив, что Господь Бог спас моего отца и маму. Вот такого содержания письмо пришло ко мне. Эта сестра она не видит. А после того, как я помолился, она стала видеть. И поэтому через это ее папа и мама получили спасение. Знаете, как мы должны верить в Иисуса, скажите? Ходить в церковь, слушать Слово, может для кого-то кажется, что этого достаточно? Однако очень важно. Да, мы так думаем. Но давайте посмотрим, как сотник поверил в Иисуса. Сотник, он не был евреем, он был ривским солдатом, подчинение которого сто солдат. И чем он сейчас занимается? Он находится в Капернаумии и следит за безопасностью этого города. Можно сказать, что это начальник полиции в современном языке. И очень важно в том, что Израиль это была страной, которая под властью Рима. А этот сотник, он римский воин, и поэтому он должен всегда следить за порядком. И поэтому каждый день он получает информацию о том, что случилось в этот день, что случилось в таком-то месте. И однажды ему рассказали о том, что в Капернаум приходил Иисус. Иисус исцелил больного. Он сделал, чтобы хромой начал ходить. Если посмотреть, такая информация часто бывает ложной. И отдел, который отвечает за информацию, принес такой информации. действительно ли он сделал, чтобы хромой стал ходить, слепой начал видеть, начал проверять. Для сотника это было удивительно. И потом, если посмотреть сотник, он начал наблюдать, какие люди начали исцеляться через Иисуса. Он начал это исследовать. Он начал получать информацию о том, что люди стали выздоравливать. Умные, выдающиеся, талантливые, такие люди выздоровели. Нет, те, которые услышали слово Иисуса Христа и поверили в это слово. Если просто поверят, тогда поверить, все происходило. Об этом ему было доложено. Тогда этот сотник подумал, и я, если встречусь с Иисусом, если я поверю в Иисуса, тогда и у меня все получится. У него появилась такая душа, и в такой ситуации его слуга был в расслаблении и жестоко страдал. Понимаете, от простуды можно со временем выздороветь, но от расслабления невозможно просто так выздороветь. Если у вас проблема в перевалении пищи, даже такие болезни нелегко решаются, но можно вылечить. Но из-за того, что его слуга в расслаблении жестоко страдает. Сотник, он может быть лихомысленно относился, но среди иудеев он узнал, есть человек по имени Иисус. И Иисус если верует, что Иисус будет действовать, и тогда действительно он совершает чудеса. И сотник увидел о том, что у него есть слуга, который страдает из-за расслабления и ничем не может помочь ему. У него нет способа помочь ему. Однако отдел информации доложили о том, что Иисус в этот раз кого-то вылечил, в этот раз Иисус изгнал беса, он поднял хромого. И такая информация поступает к нему. И эта информация правдивая. Хотя он несколько раз уже проверяет, но ему говорят, да, действительно, он был слепым, но стал зрячим. Он был храмом, но стал ходить. И тогда сотник подумал, мой слуга, который в расслаблении, если я стану перед Иисуса, тогда Иисус может его вылечить. И если я попрошу Иисуса, Иисус, исцелить мою слугу, если я веро приму это слово, конечно, может неудобно ему, но ради слуги я должен пойти к Иисусу. Когда мы читаем слово Библии, тогда можем увидеть, что Иисус что говорит? Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же отвечает, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово и выздороветь слуга мой. Он говорит Иисусу, Иисус, тебе не нужно приходить ко мне, просто скажи слово. Он говорит Иисусу, и я в подчинении у кого-то, и у меня есть люди в подчинении. Тот, который надо мной, если скажет прийти ко мне, тогда не важно, это утро или ночь, мне нужно будет пойти. И так же я, если я скажу своим подчиненным, да, завтра 8 часов быть у меня в кабинете, тогда они придут. О чем он думает? Что если Иисус внешне, может быть, он такой же человек, как он может вылечить хромого или слепого? Потому что Иисус, он царь царей. если Иисус говорит, то все слушаются. Если вы хотите быть счастливым, знаете, что вам нужно сделать? Чтобы у вас был мир в жизни, знаете, что нужно сделать? Нужно попросить у царя мира. А кто царь мира? Это Иисус. Поэтому Иисус скажет, мир, не покидай у царя и поэтому у меня есть мир в моей жизни. Правильно? Мир, здоровье, будь рядом, тогда они вместе. Радость. А ты лежи на пути у царя чтобы он мог ходить только по радости. тогда в моей жизни даже если не будет условий для радости, но я буду в радости. И знаете, когда я вспоминаю тот случай, который был у меня в моей жизни, так интересно, кто в три часа ночи может встретить нас? По-человечески это невозможно. Тем более идет дождь. Но для Иисуса же это было возможно. сейчас есть сотовые телефоны, можно позвонить и сказать, что мы где-то здесь, вот примерно в три часа мы приедем, пожалуйста, встретите. Но на то время же не было сотовых телефонов. У евангелиста нет сотовых телефонов, чтобы позвонить ему, но через душу мы можем общаться с Господом Богом. Не обязательно платить за телефон. Так хорошо Бог сделал, что мы можем без телефонов общаться с с ним. Но это не просто ой, Господь Бог, пожалуйста, помоги. Не так. Сотник, хотя он был тот, который не верил в Иисуса, но стал человеком, который верит в Иисуса. Иисус это человек, он Сын Божий. Сто процентов. Это Сын Бога. Бога. если я у него буду что-то просить, он обязательно услышит мою молитву. Для него не проблема помочь мне. Вера в Иисуса Христа появилась у него. Знаете, непонятно в некоторых моментах Библии, как этот сотник, да, он не был в нашей церкви, но как он мог получить спасение, нам не известно. Он никогда не слышал до этого Евангелия. Он был просто сонником. Он был тем, который правил в Капернауме. Капернаум это город, который находится рядом с Галилеей. Я тоже был в Галилее. И я был в синагоге, где Иисус передавал Слово. Сейчас конечно осталась только одна стена. И сотник получил информацию от своих подчиненных об Иисусе. И хотя он не был верующим в Иисуса, однако правда Иисус выречивал прокаженного? Правда ли он поднял храмово? И таким образом он уверовал в Иисуса. Его подчиненные проверяли. Вы точно выздоровели от проказа? Да, я выздоровел от проказа. И все что говорилось об Иисусе все было правдой. И тогда как я должен просить у Иисуса чтобы он вылечил? Просто нужно веровать. Тогда все получается ему сказали. И однажды когда Иисус пришел к Капернаум сотник он пришел к Иисусу. Придя к Иисусу он говорит мой слуга в расслаблении и жестоко страдает. И тогда Иисус сказал я приду и исцелю его. Тогда сотник говорит нет. Словом пожалуйста исцели его. И я подвластный человек и у меня есть подчинение. Если я говорю одному прийти то идет другому прийти приходит если мне скажет мой начальник тогда я приду к нему. Иисус твоего слова ты царь царей поэтому все находится в твоих руках и поэтому если скажешь прийти придет и скажешь уйти тогда уйдет человек в расслаблении слушает много об Иисусе он узнал какой Иисус человек если Иисус говорит тогда и болезнь исцеляется он знал что он Сын Божий Иисус которого я знаю я конечно не знаю все о нем однако Иисус которого я верю если я ему говорю тогда он исцелит меня когда мы читаем Библию в Библии мы можем обнаружить сердце Иисуса Библия очень подробно описывает сердце Иисуса Христа и лучше чем другая любая книга и такая книга точно говоря о сердце Иисуса когда мы веруем в сердце Иисуса Христа тогда Иисус обязательно будет также действовать я когда жил в этом мире 68 году когда мы были в город Вейми когда в 3 часа ночи мы дошли в этот город Господь Бог когда мы дойдем до этой деревни пожалуйста помилуй чтобы нас хоть кто нибудь встретил по человечески когда мы смотрим тогда в 3 часа ночи чтобы кто-то нас встретил это невозможно если вы хотя бы в то время были сотого телефона даже тогда это маловероятно что кто-то может нас встретить однако Господь же для Господа Бога это вполне возможно именно именно поэтому Господь Бог помилуй чтобы хоть кто-то кто-то встретил нас когда я помолился и если я просто поверю что я услышу как Бог будет действовать тогда я точно знал что Бог будет действовать когда я помолился те братья сестры которые были со мною пять человек которые были со мною после молитвы да никто ничего не сказал да была такая атмосфера что они все говорят это вообще возможно конечно будет хорошо если услышит Бог но это маловероятно такая атмосфера была когда мы ходили в деревню под деревом там были лавочки и там были три молодых людей и ночью мы заходили в эту деревню поэтому они смотрели кто же это и увидев нас они сказали о здравствуйте и молодые они взяли наши чемоданы и проводили нас я у молодого брата спросил да Бог же ведь услышал мою молитву и мне было очень любопытно как же Бог услышал мою молитву я спросил а скажите пожалуйста почти три часа ночи что вы делали в такой поздний час они сказали а у нас один пожилой брат сказал что он скоро умрет поэтому мы хотели провести последнее время но там было так неудобно поэтому мы решили выйти на улицу проветриться и как раз встретили вас и я молился Господь Бог если во время семинара будет похороны тогда это будет очень сильно мешать нашему семинару потому что эта церковь деревня маленькая поэтому помилуй чтобы этот брат умер после нашего семинара но интересно что этот брат не умер во время семинара и даже до сих пор не знаю этот брат умер или нет дорогие братья и сестры я хочу вам сегодня сказать о том что Господь Бог Он хочет чтобы когда вы с благодарностью приносите средства и жертвуете перед Богом Господь Бог вас благословляет Он радуется за вас когда же вы пренебрегаете им тогда и Господь Бог начинает пренебрегать вами когда вы проставляете Господа Бога тогда Господь Бог дает нам радость когда вы молитесь Богу знаете есть многие церкви которые читают молитву очень наш наша церковь же не читает тогда у меня спрашивают почему же это же молитва которую Иисус сам сказал почему же вы не читаете молитву очень наш когда Иисус говорил Иисус говорит вы молитесь так но Он не говорил учите это наизусть Господь Бог хочет чтобы мы не молились молитвы которые нет в нашем сердце понимаете это я думаю что любой так о очи наш суши на небесах да святите имя твое да придет царство твое аминь да во время молитвы хотят быстро прочитать молитву отче наш и уйти собрание это неправильно да если у меня нет хлеба действительно тогда я должен просить у Господа Бога чтобы Бог дал хлеб это правильно это есть молитва но если в доме очень много еды и просим Господа Бога хлеб тогда зачем мы просим у Господа Бога ведь у нас есть если у нас нет обуви тогда мы должны просить Господа Бога чтобы Бог дал нам обувь понимаете это если у нас нет одежды тогда мы должны просить Господа Бога чтобы Бог нам дал одежду да хлеб наш на суше дай нам на сей день прости нам долги наши давно я не читал молитву очень наша поэтому я забыл некоторые слова но Бог ненавидит молитву в котором нет сердца действительно да если я кому-то простил долги тогда я могу просить но если я никому не прощаю да я прошу Господа Бога прости нам долги наши как мы прощаем долги другим тогда это неправильно если нет в пожертвовании сердца Бог не хочет чтобы мы жертвовали так просто формально ой Бог не хочет чтобы мы формально жертвовали даже если мы будем давать 10 рублей кто-то будет 100 рублей давать но если мы будем с благодарностью сердцем жертвовать то сумма большая маленькая независимо от этого для Господа это будет радостью именно поэтому когда да конечно хорошо жертвовать однако богатый человек да он положил да деньги а женщина положила две монеты интересно что Иисусу было радостно пожертвовали двух монет как Господь Бог будет действовать в моей жизни вера мы да когда молимся раньше когда я хотел православную церковь пресвитерянская церковь тогда мы молились и тогда мы все записывали молитву хорошую молитву пресвитера мы записывали да всемогущий и вездесущий Господь Бог и так мы молились читали им потом эту молитву но этой молитвы в нашем сердце уже не было и Господь Бог ненавидит такую молитву что такое Господня молитва Иисус говорит что таким образом молитесь Он учит способ но Иисус не хочет чтобы мы учили наизусть и молились именно так как Он молился когда у нас нет пищи тогда мы должны действительно просить Господа чтобы Бог дал хлеб на день но у нас если нет обуви тогда мы должны просить чтобы Бог нам дал обувь это есть молитва в котором есть сердце если у нас нет одежды тогда мы должны молиться Господу Богу чтобы Бог нам дал одежду ой Господь Бог прости наши долги наши да когда я прощал долги нашим ближним если не прощал тогда имеем ли мы право и часто мы говорим даже то что не является правдой молитвы очень наш суши на невестах да почитаем молитву очень наш или апостольский символ веры Господь Бог не радуется когда мы молимся таким образом почему же Господь Бог рассказал молитву потому что многие у него просили поэтому Господь Бог Иисус Христ очень коротко показал пример как необходимо молиться но если мы будем на Иисусе читать эту молитву это не соответствует учению Иисуса Христа повторяем эти же слова даже не зная Бог услышит нашу молитву или нет это неправильно если вы если у вас действительно есть проблемы физические тогда молитесь если вы приносите жертву сколько принесли это не так имеет большое значение именно чтобы в моем сердце была искренняя благодарность и тогда это будет иметь цену и это будет молитва которая угодна Господу Богу и Господь Бог благословит такую молитву хотя маленькая сумма но сегодня хотя мало но с большой благодарностью потому что мне нечего пожертвовать поэтому хотя бы немножко но я хочу эти деньги пожертвовать и это пожертвование это пожертвование которое радует Господа Бога это пожертвование которое благословляет нас когда мы живем по плоти тратим деньги как хотим а потом используем деньги как в этом мире а потом в воскресенье приносим какое-то средство это смешно перед Богом пожертвование это большое и важное дело Господь Бог Он сделал чтобы мы родились пустыми руками но живя в этом мире мы приобретаем одежду мы питаемся Бог сделал чтобы мы не голодали Бог сделал чтобы нам не было холодно тогда мы благодарны конечно не хотя хочется использовать средства на другие цели однако Господи я хочу это принести Тебе Господь Бог мы это хотим пожертвовать Тебе когда мы молимся когда мы читаем Библию когда мы любим ближнего своего думая о Господе я никогда не прошел долги моим близким но ближнему своему в этот раз я попробую сказать поверь в Иисуса идем есть то что хочу тебе обязательно сказать да несколько дней несколько ночей я думал и пожалуйста сегодня я хочу тебе сказать ты можешь меня выслужить тогда они спрашивают вы мне хотите сказать да и что же вы хотите сказать что прямо так долго готовились позвольте я скажу не нужно так беспокоиться просто хочу сказать чтобы вы веровали в Иисуса вот что я хотел бы вам сказать почему потому что я поверил в Иисуса Христа я стал таким счастливым вы очень хороший человек да я много раз размышлял я об этом я хотел вам обязательно сказать да нужно веровать в Иисуса Христа если я могу помочь я помогу вам пойдемте в церковь и Иисус впервые в моей жизни да я сказал о тебе Иисус помилуй чтобы этот человек поверил в Иисуса помилуй чтобы ты услышал мою молитву Господи Иисус умер на кресте да не так чтобы у меня было все хорошо но чтобы у меня были некоторые трудности так же я хочу три дня поститься перед тобой когда мне тяжело когда я голодный как Богу было тяжело я хочу почувствовать это Иисус Он иудей да но Он слышит и молитву мою римлянина так я благодарен нему Библии не рассказывается что было с сотником однако во время Рождества Соня пришел к Иисусу да спасибо тебе я пришел небольшие дары и порой я представляю такие вещи это же тоже ведь возможно в этот раз когда я встретил новый год да я хотел заниматься делами Иисуса Христа да те братья и сестры которые в церкви живут в трудных условиях да ради них я использую мои средства сэкономив средства на другие дела да тогда когда у нас нет средств не потому что я в избытке денег а просто один раз мы проголодаем и сэкономим деньги и эти деньги я хочу дать да нуждающимся и это сердце образуется через Иисуса когда через Иисуса образуется сердце и когда мы следуем за этим сердцем то Господь Бог Он действует письмо которое я получил да на экране показали напечатанный вариант а настоящее письмо понимаете там написано неровно а раньше она наверное была зрячая потом потеряла зрение и поэтому буквы не очень красив красивой но она знает буквы но в этом письме я могу почувствовать сердце и это сердце очень прекрасное потому что образовано через Иисуса Христа понимаете эта сестра если бы там очень красиво написало письмо поэтому это письмо красиво нет а это письмо красиво потому что здесь можно почувствовать сердце этой сестры можно образовать, увидеть его сердце. Когда мы принимаем сердце Иисуса Христа, тогда, как и эта сестра, мы можем стать писателями, мы можем стать поэтами, мы можем стать людьми, которыми мы будем благодарить. И когда у нас есть благодарность, тогда все трудности для нас станут невидимыми, и только радость и счастье будут приполнять наше сердце. И мы, просто не говорите, что у вас проблемы со здоровьем, что вы не можете исцелить болезнь. Когда судник просил Иисус, услышал молитву, тем более, если я буду простить у Иисуса, Иисус услышит мою молитву, и когда мы веруем о том, что Иисус вылечит нас, исцелит нас, пастор Хоин Су уже шестой раз болеет болезнью рак. Я был у него во время рождественской контакты, и в то время у него был большой упухоль, поэтому он даже не мог ходить в туалет свободно, не мог есть. Но после этого его положили в больницу Самсал. И поэтому в воскресенье рано утром я поехал к нему, и я вижу, что он есть, завтракает. Пастор, знаете, я не знал, что здесь такая хорошая еда. Я удивился. Вчера он себя плохо чувствовал, и поэтому, когда я позвонил ему, он говорит, пастор, все хорошо, я готовлюсь, чтобы завтра участвовать на собрании. Завтра я думаю, что я смогу участвовать на собрании, и сегодня я тоже целую порцию риса съел. Среди нас Господь Бог живет и действует. В нашей церкви, в этом месте, где вы сидите, Иисус Христос живет и действует. Но, когда я смотрю, мне кажется, это возможно, а это нет. Однако, наш взгляд мы должны оставить. И нам, может быть, кажется невозможным, но это дело Господа Бога. Именно поэтому, если Господь Бог хочет, тогда все сбудется. А когда Бог действует? Когда? Я верю, что Иисус будет действовать, и когда верой поступаю. Когда у вас есть трудности, вам не нужно сильно переживать, как этот сотник. Да, мой слуга, он в расслаблении и жестоко страдает. И он точно узнал, как Иисус действует. А, если я скажу Иисусу, Иисус является царем царей. Он скажет, покой, пойди к нему, тогда покой придет. Радость, приходи, тогда мир придет. Любовь. Иисус, он царь мира. Именно поэтому мир, да, если Иисус говорит миру, чтобы он был рядом с супахом, тогда мир будет всю жизнь со мною. И мы просто в это веруем. Ничего особенного от нас не требуется. Ой, принести жертву. Не это нам нужно. Сотник, он поверит. Дорогие братья и сестры, сегодня утром, да, вы, конечно, не сотники, но как сотник мог сделать, чтобы его слуга выздоровел? То же самое, когда у ваших детей есть проблемы, когда у ваших детей заболели. Попробуйте как сотник. Хотя, может быть, вы еще не привыкли, но попробуйте обратиться к Иисусу. Да, у моего детей температура. Ну, пожалуйста, помоги Иисусу. Попробуйте так обратиться к Нему. И как сотник, я желаю, чтобы вы веровали, что Он есть Бог. Что бы ни говорили евреи, что бы они ни говорили, но Иисус – это истинный слуга Господа Бога. Поэтому, если он будет молиться, тогда Господь Бог услышит его молитву. Если я попрошу Иисуса, чтобы Он вылечил слуга, да слуга выздоровеет, чтобы таким сердцем вы обратились к Иисусу. Напоследок я хочу вам сказать, когда сотник пришел к Иисусу, он получил свидетельство. Сегодня Иисус хочет, чтобы вы пришли к Нему и с разными проблемами вы искренне просили у Него. И, имея в душе веру, тогда Иисус, Он обязательно ответит на вашу молитву. Именно поэтому, чтобы Иисус стал для вас не далеким человеком, а близким, хотя бы маленькую проблему, но вы попробуйте об этом сказать Иисусу, чтобы Иисус действовал в вашей жизни, и чтобы ваша жизнь стала светлой и благословенной жизнью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова